всех приветствую друзья на связь данки сегодня стала доступна специальная версия игры которую можете найти героев третьего уровня это левиафан и солярис я вам хочу показать один бой в режиме игры 2 на 2 играли мы против снеговика и люк син кэм кам вы 38 минут мы победили карта без следа видео боя на этой карте еще ни разу не показывал на своем канале так что думал будет интересно тем более с героями третьего уровня если кто-то не знает то для того чтобы принять участие в тестировании героев третьего уровня вам нужно перейти будет по ссылке в описании скачать специальную версию игры она устанавливается отдельным приложением то есть будет у вас так сказать два значка с art of war 3 одна версия это обычная вторая это специально в которой у всех игроков полностью одинаковая прокачка умение командира на каждый бой выдается по 30 бустов каждого типа и все в равных условиях могут тестировать героев и смотреть на то как имеющим можно играть и предлагать свои идеи по улучшению изменению баланса и так далее вот но в общем развиваемся я желтый игрок играл с легалом он красный игрок вот и где-то кто-то из них тут какого цвета то есть тут снеговик тот второй игрок кто и кто я честно говоря не знаю не запомнил не посмотрел вот но я скорость игры еще не набрал так как я недавно с отпуска вышел и это мой на на 5 6 бой за может хоть полторы две недели игры то есть явно не хватает скорости я поставил центр снабжения думал что это электростанция поэтому у меня не строится вверх кайманов сделать я не могу тем временем мой напарник уже вышел в море подбирает контейнеры но новая система сбора ресурсов как мы видим центр карты и дельты забирают контейнеры сделать мы с этим ничего не можем потому что ну как бы дельта они помощнее будут кайманов тем более что видно что зеленый игрок прям реально потратился для того чтобы сделать тег дельт ну в общем таким образом он забирает большую часть контейнеров на море и забирает большой контейнер которая появляется через две минуты после начала боя вот но появляется случайным образом то есть можно карту разделить пополам по вертикали получается у меня шанс того что выпадет большой контейнер 50 на 50 то есть 50 процентов что в море 50 процентов что выпадет он на земле у меня он выпал на море поэтому захватить его никак не могу протупил с выходом в море а мой напарник ему сбросили большой контейнер на земле но наземной техники и нету и в общем как он захотеть тоже пока что не может я выхожу до аллигаторов ставлю дополнительную электростанцию вот и планирую пока играть вот снабжения от экономики потому что заражить противника пока что вроде бы никак и не получится а свой мы подбираем контейнеры которые находились в тылу море напарник выходят 3 уровня штаба уже начинает производить аллигаторы торпедной установки его нету я успел отстроить думал мало ли дельта раж будет и мы выходим 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 в развитие пока никуда не торопимся никого не рашим премиума нет именно против кого мы играем если были какие-то непонятные игроки то можно попробовать и заражить есть непонятные то мало ли там ходить сильный противник и попытка быстро атаки может привести отток поражению вот видим что зеленый игрок двигается дельтами сторону моего напарника означает то что будет атака на него есть одна снайперская вышка это как бы вся оборона который у него есть я скидываю кислотную бомбу на 2 дельта пытаясь уничтожить осой но тут огромное количество дельта дельта они реально эффективно уничтожают ос стрекоз любые вертолеты и это огромная проблема вот моего напарника тоже появился сам в 2 осы пытаемся отменить эту атаку уничтожаем некоторое количество дельт дельты пока едут не фокусируются на уничтожение вертолетов сейчас начинает фокусироваться я улетаю в сторону терять свой вертолет я не хочу в итоге отступаю мой напарник уводит через верх свой вертолет и здесь такое количество дельта зеленого игрока надо как-то отбивать их но все что есть это 1 оса которая пытается как-то выжить в данной ситуации я свой вертолет уже отвел в сторону включил boost на общее восстановление снизу слева можете видеть иконку с осой и там видно что восполняется достаточно быстро хп с обводом героев именно вот boost на общее восстановление будет наиболее активность пользоваться потому что надо постоянно ремонтировать своих героев это намного лучше чем заказывать новую потому что герой нужен здесь сейчас а пока потеряешь пока ты 30 секунд дождешься сбросить таймер до производства следующего героя пока ты произведешь пока он накопишь ресурсы чтобы произвести проходит реально много времени и в этот момент на поле боя у противника появляется герой которая по хорошему контрится наиболее эффективно только героем вот ну тут прямо все печально выглядит для моего напарника вот жестко до раши дельтами я чтобы спасти выхожу в вертолетов да кстати были заметить прикол этой карты в том что базы находится на разных островах то есть моя база на одном острове с противником база напарника на другом острове и у него там свой противник помочь наземной техникой я своего напарника никак не могу вот в чем наверно хороша эта карта для катерации то что у них есть дельты и там даже если произошло произошел такой случай что этот красный игрок убил синего игрока зеленый убил желтого то они будут сражаться по диагонали и катерации в этом случае дельтами может пробовать добивать базу на земле который попытался куда-то отстроиться случае сопротивления это можно делать стрекозами они нам намного эффективнее будет чем циклона то что у них ракеты наносит большой урон по 2 3 брони ноут если поставить несколько побольше кто возникнет проблема с добиванием базы которая находится где-то там в тылу ну с вводом героев это все немного проще становится появляется оса появляется левиафан и им можно достаточно эффективно пробовать как-то пробивать базу противника ну и на крайний случай есть супер оружие давайте ускоримся разведка противника видим что выходит от третьего уровня штаба ну в общем зеленый игрок реально сильно потратился на производство дельт тем временем у нас тут арава вертолетов и аллигаторов вертолета был вынужден делать чтобы спасать своего напарника от нападения дельт и поэтому эту потихонечку и двигаться в атаку он там стоит торпедная установка у зеленого игрока уже есть викинги что очень даже интересно и в общем решил что вот так у не пойду частным даже больше потеряю заказ у нас нету там двух аллигаторов чтобы добиться что поэтому мы играем аккуратно взялок вижу задалека торпедка дельты он там готовится к атаке появляется большой контейнер выпадает он через пять минут после захвата первого контейнера и так весь бой но мы его захватываем то что противник не контролирует карту не выходит в развитие плюс он сильно потратился на выходы дельты вот осенний игрок он как видели ударился не так сильно в производство дельт и он успел выйти до третьего уровня штаба и сделал серафимом серафим наказывает осу сбивает ее в итоге и не даст видимо захватить вот этот большой контейнер опускает свою активную способность накрывает пехоту сплэшер уничтожает большую часть и пулеметчиком уже дальше расстреливает плазмометчиком своим пехоту мы сейчас он просто приземляется и начинает захватывать большой контейнер появляется герой второго уровня и расковырял осу первого уровня убил кучу пехоты и захватывает большой контейнер это к тому что большие контейнеры контролируется может подбирать несмотря там на стрекозы осы и так далее вот каждый тактик есть контр тактика которую можно как-то использовать наиболее эффективно вот но я выхожу до четвертого уровня штаба понял что тут противники реально какие-то сильные попались не знаю против кого я играю но понятно одном победить здесь будет не так легко тем более что мой напарник легал он может быть на первый раз играет на героях второго третьего уровня может на первых он играл а вот во вторых видимо нет что у меня потом спрашивал что это такой за юнит зачем он нужен в бою крот ответа ему не дал потому что меня не было времени и желания писать что-то в чат я больше был сосредоточен на то чтобы победить в этом бою и объяснять игроку во время боя зачем нужен крот я уж не стал понадеялся что он сам разберется у меня появился первый кречет я его отправляю на разведку надо понимать чем будут заниматься наши противники понимаю что он сейчас там пушки конечно построит но на самом деле знаете если раньше ты старался не палить свои кречи чтобы противник не строил то вот то с выходом героя все будут ставить стационарную пуво чтобы просто их осами стрюкозами не зарашили поэтому гречи ты немного отходят на второй план произведена разведка обеих вас как видим что этот игрок выходит в серафима в зевс им на верта викингов у второго игрока тоже верфь до викингов зевс и много еще других юнитов он будет производить но призванием кречет и хамелеоны да уже хамелеона производится и надо бы еще выйти до левиафана но я подумал что от одного левиафана толку много не будет и решил что сначала сделал хоть какой-то и гхм а потом же буду делать остальных героев давайте ускоримся вертолеты были здесь нужны для обороны моего напарника мало ли там сейчас серафим прилетит начнет уничтожать базу моего напарника на тот момент не было никобразов побои хоть как-то задержать серафима мне наверно помогли точнее моему напарнику вертолеты ты точно слова ты слова не веришь что это я наверно играю потому что специальные версии игры любят очень сильно использовать чужие никнеймы называть потом от своего имя типа пишут игроки типа там типа я бил за на самом деле игрок не бил за и он от своего лица пытается писать типа гадости чтобы подставить другого человека но у меня специальность игры бойник на им как в обычной версии игры поэтому я думаю с этим проблем не будет ну вот напарник выходит на нужда левиафана штаб четвертого уровня здесь я пытаюсь противнику не дать захватить большой контейнер что в принципе также точно так же делает и он я пытаюсь стрелками захватить этот большой контейнер но приезжает дельты просто сбивает захват убивает разведчика для кречетом пытаюсь не дать это сделать но в итоге больше даже с этого теряю включая голд разведка побыстрее уже захватить этот контейнер но прибегает сервер и две очереди пулемета убивают одного стрелка вот но я кречетом налетаю сервера вот он начинает убегать отпрыгивает от ракеты и возвращается к себе на базу контейнер он тоже захватывать не будет мы по нему еще зал дали повредили себе истребители но в принципе это не так страшно оса вступает в бой с циклоном циклона разведчик наверно был вот тут уже подлетает серафим и они вдвоем начинают опять наказывать осу моего напарника и тот отступает вовремя в итоге не теряет и вот появляется герой 3 уровня левиафан стоит он 1200 ресурсов произвести его может только на четвертом уровне штаба для его постройки нужен завод ягуаров обнутый завод штурмашин 3 уровня и нужно улучшить завод прототипов это завод героев до 3 уровня это занимает много времени куча ресурсов и поэтому просто выходить в одного только героя не стоит это очень опасно но это компенсируется в итоге огромной мощью этого юнита захватывается все же большой контейнер и у меня и у моего напарника потому что у нас уже хамелеоны левиафаны аллигаторы вперед подплыли и они еще готовы прикрыть отправляется вперед левиафан и здесь он пытается неправильно использовать вылетает в толпу пытается отправить ядерную ракету противник тоже не глупый сразу вводит в сторону своих юнитов до был удар ракетой он не смог уничтожить много техники ну а что вы хотели это мобильная ядерная шахта которого же вооружена тремя турелями плюс одной достаточно мощной пво ядерная ракета у нее бесплатно то есть если бы урон у этой ядерной ракеты был реально огромный то это запись продолжается вот и о чем я говорю если бы урон был бы слишком большой и пришел бы нам не знаю добавлять стоимость будет как с минами чтобы ядерную ракету можно было покупать а так она бесплатно если грамотно управлять своим левиафаном то вы можете допустить там 3-4 ядерные ракеты и нанести противнику большой урон вот я играю от отстребителей от ягуаров и от хамелеонов плюс у меня остались вертолеты которых я пытаюсь слить потому что мне не хватает ресурсов чтобы сделать левиафан точнее не ресурсов а кого поэтому мы имитируем разведку смотрим что там его противники находятся может что-то даже и выцепить может получится с трикозами в итоге теряя вертолет и у меня начинает производиться левиафан давайте здесь перемотаем так что здесь кто-то летает кто-то хотел нам уже ничего не хочет вот и посмотрим как левиафан и выходит из завода 5 секунд остается летучая крепость выходит из завода героев и на под нашим управлением вот с этой стороны напарник пытается так вот книга хамом отступает назад его левиафан новый уже готов к бою я отправляю своего левиафан тоже к нему у меня армии гк очень маленькая и как-то к вовсе забиты истребителем поэтому нужно помочь напарнику пробиться его хамом а далее через море он не сможет помочь как-то вот ну в общем включил себя хамелеон на базе начал строить снациональные пушки павлом понимая что если атака будет успешной от красного игрока на синий то на синего то сбивают мне сообщение с мыслям если атака будет успешно то скорее всего зеленый игрок будет тоже пытаться атаковать меня и вполне у него это может получиться успешным потому что у меня тут пару ягуаров хамелеон и в принципе то больше ничего нету вот я начинаю идти в атаку потихонечку вертолетами разведаю обстановку еще нас ждет впереди чтобы мой напарник уже начинал тоже двигаться в атаку мой левиафан уже подлетел к базе моего напарника и будет потихонечку выдвигаться уже вот так у ускоряемся до скорости x5 левиафан очень медленно двигаются даже на скорости x5 понятно делать тяжелая артиллерия и пушки три турели на борту и по ложкой брони огромное количество еще на способность который отражает 70 процентов ракет которые летят в левиафан в сумме вместе с осой с использователем левиафан так он еще 70 процентов ракета будет отводить в сторону по идее он вообще неувидимый вот и я применяю первую ядерную ракету левиафаном успел еще обрызгать кислотой осой дьявсов но в итоге опять же попадать ядерная ракета ли фан достаточно сложно о том что она будет запущена игрока предупреждают звуком и красными лампочками от сама левиафана который светится вот и понятное дело что нужно бежать и там сколько 57 секунд отправлять это ядерная ракета левиафана и за терять много жизни вот отправляется еще одна ядерная ракета уже на этот раз от моего напарника ну и в итоге и гхм плюс 2 левиафана плюс моя со плюс его со плюс крот они расправляются с зевса щитом и двумя серафимами и вдвоем мы начинаем уже просто давить своих оппонентов так вот разлетаются и к ловушки красные а может они инфракрасные в общем суть в том что тепловая ловушка отводит ракеты в сторону и поэтому они не попадают по левиафан я включаю boost на восстановление чтобы отремонтировать свой левиафан тем временем у меня большое количество кречетов я решил помочь уничтожить тайфонов но в итоге как-то это все не очень хорошо получается у меня было 8 кречетов я уничтожил 3 тайфона у меня выжил всего лишь один истребитель с потери по истребителям огромной кого не забивали много и как бы все это не очень хорошо разведка осой смотрим через где находится у осы срабатывает пассивная способность которая на можно же вроде 90 процентов ракет отводит от себя и таким образом ты можешь разведать получить кучу просто ракет пв по вертолету при этом не сильно повредить себя но как только этот туман развеется то ложки сразу мгновенно собьют вашу осу вот ну серафим пытается что-то сделать но как как бы пушки эти турели левиафана они стреляют даже по вертолетам если циклоны окружат левиафана то он будет стрелять из трех турелей своих двухствольных и плюс пво с урона наносит на самом деле огромный обрызгиваем кислотой здания и управляем ядерную ракету урон опять же не такой большой но все это еще может измениться опять же это первое тестирование открытых героев третьего уровня и сейчас все что вы видите она у вас поменяться несколько раз но в целом за 1200 ресурсов летающих крепость с тремя орудиями пушкой и огромным количеством запас прочности я думаю юнит он свою цену окупает может не так сильно как хотел не так как сами игроки ждали но в целом он не такой имбовый контрить его можно как видим прилетает серафим и он добивает моего левиафана он сделать ничего не успевает да конечно дорого это вышло для моего оппонента но все же даже серафим может быть героя третьего уровня что очень даже не плохо но и стоит тоже учитывать что третий уровень героя у конфиденции солярис и он по воздуху вообще не стреляет опять же такие интересные качели что викинг он очень силен против флота но беззащитен беззащитен против авиации точно также солярис он реально очень мощный против техники против вообще любых наземных юнитов да и в море он может неплохо помочь но опять же против авиации он малоэффективен поэтому теряться просто обязана собой таскать большое количество тайфунов вот опять же вступает в бой продолжает вести сражение левиафан моего напарника он все еще живет напарник не спешит добивать его к вам накапливал базу на базе у себя армию вот я кричитом пытаюсь помочь сбить вертекса противника чтобы отвести огонь от левиафана вот и он тут один уничтожает просто и тайфун и зевс и щит то есть одновременно две цели может атаковать и как бы урон то идет на самом деле даже неплохой но можно на ускориться с от стороны меня начинает атаковать сильнее ускоряться не будем вот у меня опять же тут пять шесть югуаров короткой как бы левиафана у меня нет он только начинает производиться на базе стационарной пушки они будут проводить как-то защищать мою банку вот расставляем турели вот является солярис мы пытаемся сбить коричневым там огромная пачка тайфунов сверху поэтому истребители у нас не могут нормально играться вот у соляриса пассивная способность она стреляет в туман да и не только в туман вот и одновременно наносит урон по цепочке трем-четырем юнит ты отдал приказ выстрелить куда-то в точку есть там рядом кто-то был то цепочки урон передаст сразу же несколько юнит этого пассивная способность где на способность это лучше которого выпускает какую-то точку трука жит игрок и под одной прямой линии все выбивает вот но и гх моего напарника добивает синюю базу там же 5 штаб был опасно достаточно вот но там все же в 2 левиафана в 5 героев на насколько там героев было низки не считал 2 левиафана крот и 2 сыну видимо 5 5 героев вдвоем мы смогли все же додавить синюю базу вот ну все же солярис он очень опасен сейчас пытался использовать способность активную что-то не понял честно говоря что случилось в этот момент почему луча не было видно видимо какой-то баг вот и от солярис не уничтожает 4 аэродром и тем самым кречетом и которые произвелись за 600 ресурсов они полетают полетают и вернуться уже не смогут строить новый аэродром я не стал подумал что вот мы кричитов толку нету там просто миллион тайфунов сверху которого надо тоже как-то выбивать вот ну я думаю здесь в принципе тоже понятно чем завершился с тобой потому что как бы синего игрока больше нету я отбил только что так у зеленого игрока и здесь если сильно никто не накосячит нас то победа обеспечена тем более что всего лишь один завод зевсов у зеленого игрока и и хам пробить через один завод будет крайне сложно по море они нас не пробьют потому что у нас тут куча аллигаторов они им просто уже забиты все кого и противника тоже есть викинги но их не так уж и много плюс опять же левиафана осы они реально очень сильно помогает в море отбивать атаки консерации то что викингов по вошке нету оса подлетает накрывает своей кислотой около трех кораблей противника и они может сказать становится в два раза слабее ну два слабеет на самом деле он достаточно жестко вот левиафан падает сбили его все же торпедной установки плюс вертекса с этой стороны ягуар пытается уничтожить викинги ну конечно это такое себе занятие это суицидальное вот с этой стороны является серафим мы его догоняем вертолетами и левиафаном они уже все атакуем да по морю надо атаковать я пропустил уже расслабился чуть-чуть и сейчас надо будет добивать своих оппонентов но больше будет длиться 11 минут потому что не было плана по добиванию зеленого игрока из-за этого у нас возникли с этим проблемы например по морю пробили своих оппонентов обоих но синего до конца не добили он начал устанавливаться просто миллион тайфунов у меня нечего пробивать и гх закончился новый произвести я не могу потому что у меня кого забит аллигаторами и я решил делать стрекоз просто чтобы хоть как-то отметить атаки мне сейчас эта большая штука опять выйдет говорит легал давайте посмотрим на это опять вышло вот ну и в общем большие контейнеры даже не захватом сейчас я бы захвачу мне нужные ресурсы будут для быстрого производства армии что я потерял достаточно приличное количество плюс вертексы прилетают убивает моего левиафана то есть даже вертекса способна это сделать и опять же не такой уж и имбовый этот левиафан красиво кстати взорвается самолет можно на самом деле можно я просто бою не понял зачем у самолета там просто огроменное количество тайпун лов что я сам не стал выходить в кречны а он решил тоже их сделать вся с другой стороны ему-то и делать уже нечего потому что по земле он какой наземный юнит не сделает от него толку уже немного будет что зеленым базу надо добивать с моей стороны земли вот и ему-то логично выходить или в огромное количество стрекоз или в кречну ли в альтрос и ядерку ну и героев 1 и 3 уровне Это левиафан, я сам. Эти герои могут помочь отбить мою базу, в случае чего добить зеленую.